Россия заявила о готовности к испытаниям за рубежом и вакцины против коронавируса. В Гонконге разборные домики для туриста превратили полевой госпиталь. В Пакистане, несмотря на эпидемию коронавируса, врачи возобновили кампанию по прививке детей от полиомелита. На севере Индии муссонные дожди привели к наводнению и эвакуации жителей. В Турции пресс-секретарь президента страны сделал заявление по поводу дальнейшей судьбы, обитающей в здании Святой Софии Кошкин. Российские пожарные продолжают бороться с лесными возгораниями, охватившими значительную часть массива Сибири. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи заявила об успешном окончании второй фазы испытания вакцины против коронавируса на группе военнослужащих добровольцев. Относительно планов производства за рубежом, Россия намерена произвести в партнерстве с органами здравоохранения и других государств не менее 170 миллионов доз препарата против коронавируса. В Китае компания Sinopharm также заявила о начале заключительной фазы испытаний собственной вакцины. В Гонконге медицинские власти автономии заявили, что расположенные в местном городском парке Лэй Юэ Мэн разборные домики будут использованы в качестве инфекционных боксов для пациентов средней тяжести, инфицированных COVID-19. На начало суток, 24 июля, в Гонконге было выявлено еще 118 инфицированных, то есть общее число заболевших COVID-19 теперь 2250 человек. Семеро из них привезли вирусы за рубежа, причем это иностранные дипломаты, по большей части из Филиппины и из Индии. Один заболевший – член экипажа японского воздушного судна. Решение об использовании гостиничного фонда парка сопряжено с ростом числа заболевших на относительно небольшой территории субъекта КНР. В Гонконге больных коронавирусом принимают 14 больниц. На конец июля менее 50 пациентов можно было отнести к категории тяжелых. Представитель Департамента здравоохранения сообщил, что инфекционные боксы заняты приблизительно на 76%, так что новые мощности в зеленой зоне города нужно рассматривать исключительно как резервные. В Пакистане врачи вновь принялись прививать малышей от полиомелита. Эта страна, равно как и Афганистан, является естественным резервуаром для страшной болезни. Мы прервали на время эпидемии коронавируса кампанию по массовым прививкам детей от полиомелита. Но сегодня решили возобновить это начинание. В этой связи мы снабдили наших сотрудников масками, санитайзерами и всем необходимым. Мы также провели инструктаж с персоналом, чтобы научить их, как правильно сохранять социальную дистанцию и избегать ненужных соприкосновений. Нас снабдили масками, санитайзерами и защитной униформой, так что все наши сотрудники экипированы должным образом, ведь мы вынуждены ходить по домам. Поэтому приходится всегда помнить, что в одной из квартир может проживать человек, заболевший COVID-19. Несколько лет назад число заболевших полиомелитом существенно снизилось, но в 2019 году снова возросло. В индийском штате Ассам муссонные дожди привели к выходу реки Брахмапутра из берегов и вызвали подтопление более чем 2500 поселений. Более всего пострадал город Барпета и его окрестности. Властям потребовалось значительное время для того, чтобы наладить полноценное снабжение около трех миллионов пострадавших водой и продуктами. Однако в конце июля все проблемы были решены. «Мы пытаемся окружить пострадавших теплом и заботой. Мы снабжаем их продуктами высшего качества». Вся проблема заключается в том, что надо прочистить вовремя дренажные канавы, чтобы появился сток. В этом году никто этим не занимался, да и в прошлом тоже. Вот беда и пришла. В конце июля-начале августа администрация штата намерена провести обследование каналов, по которым вода должна отводиться, деревень и культурных посевов. Не исключено, что придется прочистить существующие водосбросные сооружения, а также прорыть новые каналы. Река Брахмапутра протекает по граничищам со самым китайскому Тибету и Бангладеш, где местные спасатели тоже сражаются со стихией и оказывают помощь населению. Российские пожарные продолжают бороться с лесными возгораниями, охватившими значительную часть массива Сибири. В Иханты, Мансийском автономном округе 25 очагов локализовано на площади 12 тысяч гектаров, зачастую вдали от цивилизации, в труднодоступных местах. Только что закончили авиаразведку советского района, пролетели по маршруту, где находятся наиболее сложные пожары, уточнили с воздуха обстановку и уже приняли определенное решение, отдали указание на усиление группировки сил и средств, в первую очередь на эти пожары. Во всех субъектах Российской Федерации, противостоящих лесному палу, объявлено чрезвычайное положение. Всего над преодолением последствий стихийного бедствия трудится 700 человек, относящихся к различным федеральным и региональным службам. Задействовано более 40 единиц тяжелой техники и 6 воздушных судов МЧС. В Турции сообщество защиты животных испытало сильное беспокойство по поводу судьбы кошки по кличке Гли, обитающей в Стамбуле в бывшем музее Святой Софии. После принятия высшим конституционным судом страны решения возвращения зданий статуса мечети, многие зоозащитники опасались изгнания домашнего зверя из родных для него стен. Тем не менее, выяснилось, что мусульмане, равно как, впрочем, и православные люди, относятся к кошкам без предубеждения и допускают их в святые места. Кошка, обитающая в Софии, стала своего рода знаменитостью. Конечно, в окрестностях обитают и другие, пока еще не столь знаменитые, кошачьи. Но этот зверь имеет право прописки по месту своего обитания. Кроме того, мы рады любой кошке, приходящей в наши мечети. Для многих из них святое место становится настоящей тихой гаванью. Вот уже четыре года, как экскурсовод Умут Бахсесси создала специальную страничку в социальной сети Instagram, куда она регулярно выкладывает фото знаменитой кошки. Сейчас у нее в подписчиках чистится около 48 тысяч человек. Каждый раз, когда я приходила в Софию, я видела живущего здесь кота по кличке Гли. Он явно позировал для фотосессий нашим туристам. И речь идет не только о туристах. У меня недавно пришли смс-ки. Люди тревожатся за кота и пишут «Гли, мы приедем проведать тебя». Завоевавший в свое время город на Босфоре султан Мехмед II сильно удивился, бы узнав, что пять столетий спустя представители различных вероисповеданий искренне тревожатся за судьбу маленького животного и готовы обсуждать его права на уровне правительных чиновников. Все-таки похоже, с течением времени люди становятся более добрыми и отзывчивыми. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok